Подавался самый грандиозный турецкий сериал «Великолепный век». Сериал «Великолепный век» можно назвать одним из самых успешных проектов турецкого кинематографа последних лет. Первая серия появилась на голубых экранах в 2011 году и рассказывала о восхождении на престол Сулеймана Великолепного, о жизни которого и повествуют четыре сезона шоу. Сериал моментально завоевал любовь телезрителей у себя и на родине, а позже у него появились поклонники во всем мире. Съемочная площадка «Великолепного века» находится далеко от центра города. Попасть на территорию павильона не так просто. Большой кинокомплекс площадью 5000 квадратных метров окружен заборами и охраной, зато актеры могут спокойно прогуливаться между корпусами в костюмах, разговаривать по мобильному телефону, поправляя чалму, и обедать на верандах, не боясь того, что поклонники накинутся на них с фотоаппаратами и плакатами. Однако, восточная сказка начинается лишь тогда, когда оказываешься в павильоне, где находятся декорации «Великолепного века». Все основные площадки расположены по соседству друг от друга. Из комнаты султана можно легко попасть в гарем, а оттуда – в ванную наложность. Все это было бы похоже на огромный многокомплексный дом или жилой район с узкими улочками, если бы не старинное убранство этих помещений. К слову, павильон такой величины был построен для съемок сериала «В Турции впервые». Готовиться к съемкам «Великолепного века» создатели начали за несколько месяцев, а бюджет составил 2 миллиона долларов. Мебель и детали интерьера необходимо было воссоздать по всем правилам декора Османской империи. Декораторы и костюмеры просматривали сотню книг и иллюстраций, чтобы сделать кинопавильон похожий на топ-капы. Того времени часть съемок проходила у настоящего дворца топ-капы. На съемочной площадке «Великолепного века» продуманы все детали. Многие вещи делались вручную, специально для съемок «Великолепного века». Дворец топ-капы – одна из ярких достопримечательностей Стамбула. Его название с перевода с турецкого означает «пушечные ворота». Он был главным дворцом Османской империи. Именно Араксалана, славянская наложница, а затем жена султана Сулеймана I, главная героиня сериала добилась переноса гарема в Султанский дворец, чтобы находиться поближе к возлюбленному. Тогда строительство гарема стало крупнейшей перестройкой дворца с момента основания. Сейчас поклонники сериала часто совершают паломничество в топ-капы. В сериальном гареме можно увидеть и диваны со множеством подушек, и роскошные балдахины, и даже предметы туалета женщин того времени. Двери и окна для фильмов были выкованы вручную, а вот ткани привозили в огромных количествах из арабских стран. Отдельное внимание заслуживают одежды и аксессуары, которые мы видим в «Великолепном веке». Все костюмы были шиты специально для сериала. Семь модельеров одевали жители Османской империи на протяжении четырех лет. В итоге, например, для главной героини было сделано примерно по 200 нарядов. На один лишь кафтан для султана потребовалось 6,5 метров шелка. В результате средняя цена наряда «Великолепного века» – 3500 евро. Работа по созданию костюмов началась за 2,5 месяца до съемок первой серии. Критики писали не раз, что наряды героев не соответствуют прототипам. Виной тому недостаточное количество исторических данных. Вход в гарем был строго запрещен. Лишь избранные могли попасть в покое султана. Оставалось только читать рассказы евнухов и использовать рисунки, сделанные европейскими гостями. Например, одной из первых книг на эту тему является работа историка Габриэля де Арамона Николаи с коллекциями рисунков одежды турков. Мы сделали такие наряды, которые хотели видеть современные зрители. Мы поставили в центр красоту и сказочность того времени. Опираясь на исторические факты, мы сделали красивые, роскошные наряды. И даже если какие-то детали не соответствуют исторической правде, на качество фильма это никак не отразило. Рассказал Сердар Бажбук, главный дизайнер Великолепного века. Костюмеры Великолепного века также вдохновлялись художественным наследием других стран. Примером для подражания стал балетный дизайнер Леон Бакст. Он создавал наряды для балетных постановок «Тысяча и одна ночь» и «Шикзаде» Сергея Дягилева. Его работы стали примером роскоши и загадочности восточной сказки, которую необходимо было создать на экране. К слову, Сердар Бажбук много лет назад был в России и работал в Большом театре. Особенно он гордился своим знакомством с Александром Васильевым, знаменитым историком моды и телеведущим. Большинство героев сериала появляются в кадре в роскошных диадемах. Этой частью гардероба также занимали специальные ювелиры. Часть работ – бутафория, но многие головные уборы сделаны с использованием настоящих драгоценностей. То же самое относится и к украшениям наибольшей популярности. У фанатов пользуется изумрудное кольцо Султана Сулеймана, которое он позже дарил режеволосой Хюрем. Так как четвертый сезон стал для сериала последним, создатели планируют сделать из того, что остается после съемок, небольшой музей. Конечно, мы все понимаем, что вокруг больших проектов всегда шумят громкие скандалы. Буря не обошла и проект великолепного века. На одной площадке встретились талантливые люди, у которых есть свои причуды и жизненные устои. Давайте разберем самые громкие скандалы этого огромного проекта. 1. Итак, один из самых масштабных была ссора Халид Эргенча и его жены Бергюзар Карель. Женщина не выдержала сцены с Хюрем и выбежала вся в слезах. Эргенч долго уговаривал жену не срывать съемочный процесс. Мужчина пытался дать понять, что между ними и Мильем ничего нет. Карель долго плакала и не могла поверить, что Эргенч не влюбился в свою коллегу. Жена актера всегда сопровождает его на съемках и следит, чтобы мужчина никем не увлекся. Все это потому, что она сама увела своего мужа с семьи. Женщина боится, что ее настигнет кара. 2. Азан Гювен. Наш любимый Рустем Паша. Мы все знаем про его страстный роман с Мирьем Узерли. Их часто видели вместе в ресторанчиках и многие шушукались у них за спиной. Но вскоре парочка открыла свои отношения и выложила в сеть домашние фото, где они проводили время вместе. Позже пара заявила о своих отношениях и провела совместную фотосессию. К сожалению, пара не продержалась долго, хотя может быть это и хорошо. Вскоре Азан был замечен в другом скандале, где он поднял руку на свою девушку, хотя многие утверждают, что актер только защищался. 3. Актер, который сыграл Шикзаде Мехмед, состоялся в паре с Эсгей Ебагул. 4. Айбеке Хатон. Молодая пара уже была близко к свадьбе, но она вскоре развалилась. Многие говорят, что Илари изменил свою возлюбленность с девушкой из великолепного века. 4. Уход Мирьем Узерли. Мирьем решила уйти из сериала. Ее пугали и судами, и штрафами. Девушка решила уйти без поворот, так как у нее были сложности в личной жизни. Ее бросил парень и в тот момент, когда она была беременна. 5. Сценаристы решили устроить похищение Хюрем, чтобы найти актрису на роль Хасики. На замену взяли Вахиде Перчин. На актрису свалилась куча негатива, но чуть позже аудитория приняла актрису и даже начали хвалить за отличную игру любимой Хюрем Султан. 5. Акан Ялобык. Сыграл превосходно любовь в Хатидже. 6. Сельмэр Генч. Но многие подозревают, что парочка встречается. И более того, Нигер Фелис Ахмед была замечена так же, как и в сериале, с тайной любовью к Акану Ялобык. Сама Ахмед в своем инстаграме писала, что Акан Ялобык ее мужчина. Когда интересовались судьбой пары, то актеры никак не комментировали свои отношения. 6. Фелис Ахмед Нигер. Перенесла страшные потрясения после нападения фаната. Мужчина так увлекся сериалом, что все происходящее перенес в жизнь. Он считал, что Нигер не имела права разбивать пару Ибрагима и Хатидже. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Третий факт. Красивые платья Султанш. Если провести линию, то они путешествовали во времени, так как эти платья были из 17 века, а в то время османы носили совсем другую одежду. Четвертый факт. Помните сцену, когда Сулейман был на охоте? Он был в штанах, хотя штаны в Турции начали носить в 19 веке. Пятый факт. В сериале после того, как Султан Сулейман женился на Хюрем, не был распущен гарем, а Хюрем, будучи женой Сулеймана, продолжала бороться со своими соперницами. Шестой факт. Хюрем отобрали для вечера с танцами для Султана Сулеймана, а именно Ибрагим выбрал девушку, но по истории знакомства Хюрем было случайно, на вечере с танцами. Седьмой факт. В сериале «Великолепного века» мы можем услышать, как пролетают самолеты в серии 12, 17 и 22. Восьмой факт. Султан Сулейман ввел титул для Хюрем Султан Хасики. Данный титул по значимости был после Валиде Султан, но в сериале Хасики называет себя и Махидавран Султан. Девятый факт. Когда Симбюль Ага ушел с гарема, он открыл для себя, а потом и для всех, кофе. Но на самом деле это было не так. Первый человек, который привез кофе в Стамбул, был наместник Сулеймана Аздемир Паша в 1570 году. Великолепный век славится не только своей красотой, интересными сценами, интригами, захватывающими моментами, трагедиями и драмами, но и, конечно же, своим составом талантливых актеров. Хотелось бы с вами обсудить сегодня эту часть работы. Как же все происходило? Съемки, подготовка, как чувствовали себя актеры, какие традиции у них были и так далее. Итак, по нашей с вами традиции мы начнем с самого начала. С чего же все начиналось? А тут все просто. Проектировщики и строители нарисовали и выстроили самый большой съемочный павильон, где постарались воссоздать дворец Топкапы. Но многие рассказывают, что у них не сильно получилось. И различия есть. Кто ездил в Топкапы, поделитесь в комментариях, так ли это? Правда ли, что павильон сильно отличается от оригинала? Многие съемки проходили в настоящем дворце Топкапы, который по сей день является музеем и принимает кучу туристов, которые просто ринулись после выхода сериала. Строительство длилось 6 месяцев и площадь павильона составила 50 тысяч квадратных метров. За пару месяцев до съемок дизайнеры начали свою работу над нарядами. Они, я вам скажу, составили огромную сумму. Также был договор с ювелирной компанией. И многие украшения были настоящие. И многие актеры были сильно взволнованы, так как ни разу в жизни не носили на себе целое состояние в виде украшений. Режиссеры попытались сделать сериал красивым и масштабным. И у них это получилось. Что касается актеров. На одной площадке собрались много разных и талантливых людей. А это смех, шутки и веселье. Ребята знали свое дело и все проходило отлаженно и без грубых косяков. К сожалению, в сеть попало мало кадров и видео со съемочного процесса. Актеры сами рассказывали, что они проводили кучу времени на съемках и часто перекусывали в костюмах. Было очень весело наблюдать султана Сулеймана с современным сотовым телефоном. Или Ибрагима с чашкой кофе и сигаретой в руках. Гримеры были все время в движении. Так как они не только отвечали за прическу и одежду. Они следили, чтобы актеры выглядели всегда хорошо на камеру. Не дай бог у кого-то будет блеск на лице. Все делали качественно и быстро. Ну конечно, самый веселый был Азан Гювен. Рыстэм Паша. От его шуток становилось весело всем. Актер разбавлял съемочный день так, что съемки приносили одно удовольствие. Режиссеры, сценаристы часто просматривали сцены сразу же на площадке, чтобы если что доработать момент. Но многим это нравилось. И актеры с удовольствием просматривали моменты на самой камере. Также команда устраивала свои правила. Вот например, если у кого-то из актеров позвонил телефон, тот приносит что-то сладенькое на следующий день. Все день рождения актеров и последние сцены сопровождались тортиками. И конец недели всегда праздновался сладеньким. Также были корпоративы и празднования ухода всей группы на новогодние каникулы. Но долго ребята не смогли сидеть на выходных. Через три дня все приступали к работе. А что вы знаете про съемки сериала «Великолепный век»? Делитесь в комментариях. Подписывайтесь на наш канал, ставьте пальчики вверх. И не забывайте нажимать на колокольчик. С нами будет еще интереснее. С вами был Игорь Негода. С вами был Игорь Негода. С вами был Игорь Негода. «Великолепный век» сериал, возбуждающий умы телезрителей благодаря роскошным нарядам, блеском драгоценностей, талантам снимавшихся актеров, но самое главное – своими декорациями. Поскольку возможности снимать сериал непосредственного дворца Топкапы не представлялось, люди, ответственные за декорации, постарались воспроизвести максимально близко к оригиналу этот дворец. Была проведена огромная работа по изучению исторических книг и документов, чтобы наиболее точно воссоздать дворец Топкапы для съемок сериала. Площадь дворца, местоположение его покоев полностью повторяла свой оригинал. Одна из сцен сериала демонстрирует султана Сулеймана, погруженного в ванну, полную льда. Поскольку повелитель метался в лихорадочном жару, лекари приняли решение поместить Сулеймана в ванну со льдом, чтобы сбить жар. Поскольку лед в ванной был самый, что ни на есть настоящий, актер Халит Эргенч пережил довольно неприятные моменты. По мнению многих, льда во времени Османской империи быть не могло, но тогда возникает вопрос, как же в таком случае можно было хранить продовольствие. Лед специально доставляли с гор, предварительно обложив сеном, и затем хранили во дворце в подвалах. В один момент Сулейман оказался под водой полностью, и в это время ему привиделся его отец Селим Грозный, который занес свой меч и хотел убить Сулеймана. Эту сцену отсняли в специально подготовленном бассейне. Актер ранее увлекался нырянием с аквалангом, и поэтому мог без проблем надолго задерживать дыхание. Поэтому сцена получилась весьма реалистичной. Но вот те моменты, где в сериале фигурируют корабли в море, это создали благодаря компьютерной графике. Для воссоздания сцен военных походов сценаристы использовали доспехи оружия. Внешне ничем не отличавшиеся от настоящих. Доспехи имели массу в 30-40 килограмм. Оружие для безопасности было не таким острым, как оригиналы. Однако создатели сериала добились нужного эффекта. Герои Великолепного века как будто сошли с исторических полотен. Тот момент, когда в Хюрем и Афифе полетели камни, заставляет зрителей замереть от напряжения. Но камни, которые могли убить их, были из пенопласта. А сцена, когда Афифе ударила камнем, была снята с дублером. Сцена с Мустафой, где прошла его казнь, демонстрирует убранство шатра Сулеймана, его богатство и роскошь. В этой сцене все было снято натурально, без применения компьютерной техники. Да и погода в момент съемок держалась подходящая, дождливая и унылая. Впоследствии Мустафа был убит палачами султана Сулеймана, своего отца. И что интересно, в исторических справках жизненный путь этого шикзаде окончился очень похоже. Одной из наиболее напряженных сцен сериала стала пощечна Людфи Паши «Шах Султан». По первоначальному сценарию режиссер и хотел просто создать видимость пощечины. Но сама актриса настояла, чтобы все было сделано по-настоящему. Это позволило ей в полной мере продемонстрировать настоящие чувства и эмоции. И продемонстрировать великолепную игру обоих актеров. В истории тоже упоминается похожая сцена избиения, результатом которой стало разрешение Сулеймана получить развод «Шах Султан». А Людфи Пашу отправили в ссылку, сняв с должности визиря. А чего только стоит последняя сцена с Нигяр. Крайне напряженный момент. Съемка проводилась рядом с оврагом. Но по факту падение Нигяр происходило с гораздо меньшей высоты. Эту сцену актриса, игравшая роль Нигяр, отрабатывала самостоятельно, не прибегая к дублерам. А в конце сцены она падает на матрас синего цвета. Синий цвет для этого матраса был выбран специально. Дело в том, что многие режиссеры при съемке фильмов прибегают к использованию специальной программы «Хромакей». Этот оптический редактор позволяет изменить задний фон на ландшафт, который требуется по сценарию. В основном «Хромакей» используется фоновая заливка зеленого цвета. Но поскольку местность рядом с оврагом и так по большой части зеленая, сценаристам пришлось выбрать синий цвет. Этот цвет позволял после обработки в редакторе заменить его на нужный фон, который соответствует месту падения Нигяр. А именно глубокий овраг. Насколько известно, снимать эту сцену было довольно непросто. Все осложнялось тем, что в день съемок дул сильный ветер. Момент падения Нигяр воссоздали с помощью специальных установок. Затем в редакторе поменяли задний фон на нужный. И в конце зрители смогли наблюдать красивую сцену падения актрисы в глубокий овраг. Момент падения Нигяр воссоздали синий цвет. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Затюля. Сценаристы дают понять, что данный сериал будет о любви, страсти и гареме. Ну вот честно, ну вот не то совсем. Не похоже это товарищи на исторический сериал. Идем дальше. Мы видим лежащую Махидерану, полуобнаженный, и к ней опускается, ну понятное дело, для поцелуя Сулейман. И то понеслось. Херем, рабство, крики, соперничество. Знаете, с другой стороны настроение данного ролика можно уловить. Все было спокойно, сексуально и эротично. Как вдруг привезли ее. Непокорную Херем, которая пронзила своим криком весь дворец, который напоминал библиотеку с эротическим подтекстом. Не секрет, что телекомпания получила кучу писем о том, что наряды у женщин уж сильно откровенны. Кстати, я с этим соглашусь. Платья красивые, но декольте иногда прям очень глубокие. Понятное дело, что туркам пришлось изменить вступительный ролик в сериал. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok